Добрый день, дорогие друзья! Это программа «У Татьяны. Наша песня». Мой гость, а вообще-то я бы сказала, что это частый участник нашей программы, с которым я с удовольствием беседую. И я абсолютно уверена, что с удовольствием слушают его поклонники. И композитор, аранжировщик, мультиинструменталист, продюсер Александр Педорков. Здравствуйте! Очень рад снова с вами, с вами со всеми встретиться. Александр, мы беседуем в конце мая. И хотим или не хотим, а все-таки, наверное, можно как-то подвести итоги концертного сезона. Что было в этом сезоне хорошего, что было сложного? Ну, хотелось бы знать. Ну, во время, как бы, после постпандемии, господи, можно сказать эту фразу как-то, постпандемии, значит, вообще ничего вроде не происходило. Но вроде какое-то движение началось. Какие-то звонки, какие-то выступления. В частности, вот последнее выступление, где мы с вами встретились. Это такое приятное событие, радостное выступление во дворце. Это Дом культуры Российской армии. Площадка очень намоленная, теплая. Там были прекрасные зрители военных, которые очень тепло принимали. Концерт песенной комиссии, где я имел честь выступать. И, по-моему, хорошо прошел. Вот это событие, оно как бы вот самое такое свежее, свежее из всего, что происходит. Александр, скажите, пожалуйста, что вы исполняли? И вот мне очень понравилась эта фраза «Я хорошо прошел». А как вы вот это ощущаете? Это ощущается сразу, когда на сцене есть... Когда ты выходишь на сцену и есть какой-то... Ловится вот этот момент, когда ты контакт с залом. Когда есть глаза, когда есть какое-то дыхание. И особенно это слышно, когда заканчиваются песни. И даже вот прям вот секунда после паузы, после песни, идет какая-то прям вот реакция, реакция зала. Я посмотрел выступление своих коллег. Олег Иванов замечательно прошел. И он вообще мастер огромный. Он со своей казачьей порвал просто зал. После него, конечно, было тяжело выходить. Но у меня есть козырь. Потому что в отличие от народных и замечательных песен гражданского звучания, я решил на этом концерте исполнять совершенно другие песни. Я спел рок-композицию, так смело скажу, рок «Птица разлука», которая не имеет отношения ни к армии, ни к чему. И, кстати, к птице тоже не имеет отношения. А вторая, значит, песня у меня была «Змея». Это вообще была бомба на стихе Гриши Белкина. Тоже, видите, недалеко от зверей. «Змея», «Птица». Мне кто-то даже сказал, что у меня такие песни все, так сказать. Но, мне кажется, я выбрал правильный, так сказать, репертуар. Потому что, как и правильно сказали в начале концерта, Батурин Андрей сказал, что композиторы не обязаны писать только военные песни. Мы с вами встретились для того, чтобы показать творчество. О чем сегодня, над чем сегодня работают композиторы. В моем случае я показал такой кусочек творчества и услышал прекрасный прием. Порадовался за своих коллег, которые выступали после меня передо мной. В общем, такие встречи сегодня, они очень дорого стоят. Потому что приятно выступать. Жалко, конечно, что это все не снималось на телевидении. Потому что такие островки культуры, такие куски совместного какого-то творчества, они должны быть запечатлены и выложены хотя бы в сеть. Но думаю, что в следующий раз будет нечто подобное. Ну, будем надеяться. Ну вот у меня такого рода вопрос. Мы с вами уже обеседовали не раз, о чем я сказала. Мы говорим и о творчестве, о том, как распространяется творчество. Мы говорим об идеологии, мы говорим об общих задачах культуры. И мне бы хотелось вот задать такого, ну такой вопрос. Сейчас, по-моему, очень сложное время. Мы все его чувствуем. Для каждого оно по слову, я бы так и посылала. И для всех сложное. Вот, если бы у вас были потом на моче, что бы вы сейчас сделали с ПИС? Чтобы она звучала, что-то слово самое лучшее. Ну вот в этом плане, посудяйте, пожалуйста. Боюсь показаться старым Ворочуновым. Но я бы не то, чтобы вернул цензуру, но я все-таки очень тщательно бы отнесся к появлению песни в массовом каком-то эфире, на телевидении, на каких-то интернет-ресурсах. Потому что, ну, столько мусора, столько всего, что мешает просто, это отравляет немножко и культуру, и мозги, и все. Я уже давно не смотрю, к сожалению, телевизор. Ну, только каналы культуры там какие-то, может быть, вести иногда приходится. Вот. Но я вышел из положения. У меня есть возможности записать какие-то культурные вещи на диск, на... Если я в машине долго еду, я прослушиваю какие-то спектакли, аудиоспектакли, которые великолепно исполняли мастера искусств. Старый, там, начиная от радионяни, капитанов клуб 17-летних, не помню. Огромное количество осталось вот этого культурного наследия, которое сейчас ни по радио, ни по телевидению почти не имеет эфиров. Но в моей жизни это звучит. И мой мозг, и мои какие-то культурные вот эти вот фибры, они, слава богу, сохраняются благодаря этому. Я бы, вот если у меня была бы власть, я бы все-таки постарался распространять вот то, что самое лучшее у нас, у нас есть, у нас в стране огромное количество талантов. Я постоянно сталкиваюсь, когда сижу в жюри на каких-то конкурсах, огромное количество талантов. Просто хочется их взять, даже себя любимого, и на телевидение, в конце концов, потому что, ну что же, это ужас, что творится. А вот что можно сделать? Вот я услыхала только, ну не цензура, скажем так, экспертные какие-то советы, да, что-то такое. Что еще можно сделать? Делать какие-то... Кстати, вот что мы сейчас делаем, это в том числе, мы этим и занимаемся, делать какие-то программы, где освещается и эта область культуры, в том числе, и выходить как-то на, в интернет-площадки какие-то, молодежь как-то, затаскивать вот в хорошую музыкальную какую-то культуру. Ну не знаю, ну все мы занимаемся тем или иначе. У меня есть студия, я записываю на ней детей в том числе. И когда ко мне приходят дети, я, естественно, какие-то песни, которые мы с ними записываем, я смотрю, ну у меня прекрасная школа, когда я учился, я пел в хоре, у меня замечательный был педагог, и вот эти все песни, которые мы пели в детском, и в хоре я пел, это же все можно сегодня брать и использовать, потому что это красивейшие мелодии, культурнейшие какие-то слова, это высокое какое-то нечто, ну настолько это все нужно. Мы пытаемся каждый в своей среде это все внедрять, я это особенно пытаюсь делать. А кто за дети? О ком вы говорите? Разные дети. У меня есть друзья, продюсерский центр, которые, так сказать, дети приходят, они поют какие-то песни, выступают на песенных конкурсах, там, в том числе, Огни Калевлевской Москвы, где я жюри, постоянный член, и они, значит, с этого продюсерского центра мы записываем какие-то песни, именно гражданского звучания песни, очень часто, именно в исполнении маленьких детей это просто великолепно. Там есть такие голоса, я вас уверяю, никакие Биланы, никакие Басковы рядом не стоят, потому что чистая душа, чистый, неиспорченный голос, интонирование вкусное, я просто иногда поражаюсь. Очень жалко, что это все заканчивается именно на конкурсах, потому что у нас, ну, конечно, есть коммерция, и вот такие все голос, и передачи там «Эля минор», которые есть на телевидении, они преследуют немножко другие цели. Хотелось бы, чтобы большая часть или какая-нибудь часть эфира была бы и для нас, в частности, дали бы на откуп Союзу композиторов, да, песчанной комиссии, мы бы нашли бы, что там разместить. У нас есть прекрасные, и внутри песни хорошие, вы сами прекрасно это знаете. Если продолжить этот разговор, какие еще могут быть организационные вопросы здесь? Потому что, ну, я со всех сторон слышу, у меня дети, так, у меня мужики, причем разного возраста, у меня, ну, скажем так, ну, знакомые, да, и говорят, что они все совершенно другие сейчас дети. А вы говорите о культуре, о хороших словах, там, еще о чем-то, а я выхожу во двор. Ну, я не знаю, ну, я не знаю, может быть, это только я слышу, мак-перемак. Вот дети говорят, дети, подростки, там, 12-13 лет. Это только интернет. Из интернета, вот этот мат пришел, извините, я вас перебью, интернет, потому что все можно, все, свобода, и то, что запрещено, то туда и лезут вообще. И вот это вот большая ошибка, то, что в нас вот этот яд извне принесли вот этот. Пускай этот интернет будет, но обязательно надо было его дать с какими-то ограничениями. Все-таки контент для детей, это очень важный момент. Мы же теряем поколение. Меня тоже очень коробит. Мы привыкаем, но у нас уже с телевизора уже мат идет, вот этот комедий-клаб, который, так сказать, матерятся, запикивают, но мы это все прекрасно понимаем, что выполняется задача, выбивает из-под нас культуру. И вот здесь как раз у меня большие претензии к государству, огромные, к тем редакторам, которые следят за каналами, там, огромные претензии. Я думаю, что рано или поздно начнется какая-то чистка, потому что, ну, это невозможно. Мы потеряли уже поколение. Люди уже выросли на этом. Конечно, это, знаешь, как на наркотике, если попробовал человек наркотик, тире, свобода, в кавычках такая, то его уже назад встойло, что называется, не загонишь, но вопрос не про стоило. Тут вопрос про то, что вот откуда тебя выгнали? Тебя выгнали из какого-то культурного пласта и куда ты пришел? Что тебе это дало для души, для всего? Это же убийство человека. Мы сами себя убиваем. Надо с этим заканчивать как-то. Я не знаю даже, вот что, какие, ну, как, ну, если вас выберут, например, в Думу, так сказать, у меня будет радостный момент вам что-то такое сказать, вы там принесете какую-то информацию, но нас не выберут. Вот в чем дело, потому что у нас денег нет, потому что деньги сегодня мерило всего, а у меня их не было, нет и не будет. Я очень счастливый человек, потому что вот так вот. Ну да, ну, просто я говорю, хочу закончить, потому что мы, как я считаю, говорим об одном и том же. Я иду по улице, и рядом со мной, и я понимаю, что дети, ну, я их называю дети, ну, хорошо, им 12-15 лет, они переполнены абсолютно положительными эмоциями. Тут ничего нет отрицательного. И они выражают свои эмоции, свои радостные, друзьям, там еще что-то такое, впечатления свои какие-то рассказывают. Именно используя, ну, все варианты, причем это совершенно удивительно, как можно, вот русский язык, он всегда такой был необыкновенно податливый, богатейший, используя все оттенки матерных слов. Я не знаю, не то, что это меня там коробит или что-то, я не могу это выдержать, но зачем? Я не могу это выдержать, эти слова называются непотребные изначально, от церковного какого-то слова. Это правильная формулировка. Я понимаю, когда батарея упала на ногу, как в фильме, тогда, может быть, они и потребны, надо достать. Но когда по жизни ты уже начинаешь разговаривать непотребными словами, это говорит о твоем низком культурном уровне. Я таких людей для себя закрываю, потому что я себя бдю, я общаюсь, стараюсь общаться только с людьми, которые адекватные и где я могу отдохнуть душой. И призываю всех, если у вас не надо вам таких знакомств, в сторону отходить. Что мы еще можем сделать? Сделать замечания, чтобы нас обматерили, пойти дальше. Вы понимаете, замечания делать бесполезно, потому что я не даром сказала, они хорошо настроены. Если бы о ней что-то там мне или кому-то, какой-то негатив, может быть, что-то есть. Их существование. Они в хорошем настроении. И они выражают себя вот таким образом. А случат это они отовсюду. Ясно. Если бы была моя власть на уровне Бога, я бы уничтожил гаджеты. Вот в первую очередь. Такие телефоны, которые вот эти удобные, потому что это смерть. Вот реально, я со своими детьми пытаюсь как-то, но это бесполезно. У меня жена подсела. Дети сидят вечно. А в чем они сидят? Эти, извините, тиктоки, где вот эти мучуки, они выскакивают. Кто-то их ведь редактирует и дает рейтинги какие-то просмотров. А потом это дает им стереотип поведения. И потом они выходят и начинают так же. Мы как эти, что мы хуже, что ли снимают всякое. Человек упал, с сердцем плохо. Они будут снимать это дело, не помогать ему. Я бы уничтожил этот гаджет. Кто это принес нам, это враг. Но все это говорят. Это даже те, кто придумали эти гаджеты, своим детям запрещают. А у меня вот единственный вариант остается взять и разбить. Скоро я, наверное, это буду делать. И тогда появится вот этот вот вакуум, который у всех есть огромный. Его надо будет чем-то заполнять. Не искусственным, а настоящим. И здесь может быть как раз вот это вот, пожалуйста, симфоническая музыка. Это же сложно, симфоническая музыка. Надо мозги иметь, чтобы кайфовать от этого. Либо какие-то концерты. Книжки, в конце концов, бумажные, я не знаю, господи. Столько всего есть в жизни. Спорт. Я своего ребенка кое-как со скрипом втянул в спорт. Он сейчас у меня вместе со мной ходит на волейбол. Мы играем в волейбол. И это единственное время, когда я его вижу. Потому что так училище, там школа, все. Больше нет других моментов. Вот такие дела. Так что руки опускать не надо. Надо действовать на своем маленьком поле как можно. Александр, у меня очень интересно. Ну вот, что вы планируете? Я имею в виду в творчестве. То же самое, что и всегда. Я не могу не творить, потому что творчество, я уже много раз говорил, это высшая форма наслаждения. Я получаю огромное удовольствие от творчества. Я знаю, что у меня оно получается. И вы мне помогаете в этом. И говорите, и критикуете, и даете площадку какую-то. И у меня бывают концерты с Серовым, где я выхожу и пою свои песни, какие считаю нужным, и замечательно прохожу. Люди, которые сидят в зале, их тысячи, они аплодируют. И после концертов они говорят, что это за песня, где это можно найти. И для меня это самое лучшее. Я этим буду заниматься. У меня есть прекрасные соавторы. И я буду делать то, что делаю. И рано или поздно это будет востребовано. Ну, оно и сейчас востребовано. Но, может быть, не в той степени, в которой бы хотелось. Я человек скромный, меня в любой степени устроит. Ну, я не могу назвать скромным человека, который настолько известен, который столько написал, который получил столько премий. Мы просто в данной программе этого не называем. Но я думаю, что программа для меня вот всегда, мне так кажется, это какой-то толчок, какой-то стимул для того человека, который послушал. Я надеюсь, что он... Сайт же есть у вас. Нет, сайт уже кончился. Я его не стал продлять, потому что... У меня есть группа ВКонтакте, где я, так сказать, выкладываю каждый день почти информацию. У меня там сейчас пока мало подписчиков. Там где-то 900 с чем-то друзей. Но только недавно было 300. Поэтому я где-то за месяц за полтора месяца я оброс аудитории. И я ее очень ценю. И сегодня, наверное, выложу, может быть, завтра наши кусочки нашего эфира. Думаю, что будет интересно. Ну вот. А вы говорите гаджеты убрать. Интернет зло, гаджеты убрать. Вот оно противоречивание. У нас площадка только одна осталась. Это интернет, ресурсы. Мы же будем использовать правильно. Я же про гаджеты не в том плане, что убрать как интернет, а как развлечение, которое должно быть дело время, потехе час. Вот это потехи, к сожалению, сейчас 23 часа в сутки. Ну так, в том-то дело, что все, что вы сказали, конечно, это, ну я бы сказала, ну не буду говорить, что это, ну просто вы настолько серьезно относитесь к творчеству, к искусству, поэтому немножечко вот так это, ну акцентируйте какие-то моменты. Но они требуют расшифровки. Конечно, интернет нам нужен, не только концерты, все нужно. Расскажите, пожалуйста, летом, вот конкретно летом, что вы будете делать? У меня есть сдача, мне повезло в свое время, когда я плотно-плотно работал, у меня была мечта купить квартиру и купить дачу. С этой мечтой я поделился с Игорем Николаевым, композитором, который мне в принципе очень помог. Он в свое время дал мне дорогу, когда Танич показал ему песню первую, которую я написал для Ресоповала, Игорь Николаев сказал, да, годится. И тем самым как бы Танич мне дал разрешение написать альбом и пошло-поехало. Вот. И я, Игорь Николаев, мы сидели как-то у Крутого в доме, и я говорю, вот хочется, блин, дачу, хочется какую-то квартиру. Он говорит, Саш, не волнуйся, если ты это хочешь, я это все буду. И прошло каких-то там, не знаю, 40-50 лет, ну там 30, не важно. И все, действительно, получилось купить дачу, получилось купить квартиру, и дети, и дерево посадил, и все вроде как нормально, все хорошо, и творчество пошло. Я очень хотел быть композитором. И Бог дает, вот если есть сильное желание, я не просто композитором, а приличным, хорошим композитором. Конечно, я прекрасно отдаю отчет, что мне еще идти, идти за нашими столбами, но Бог дает. Бог дал квартиру, дачу, я буду там творить, отдыхать, причем творчество мое там, оно как раз не музыкальное, а скорее всего, такой руководитель, рукожопный. Ну, короче, я там делаю теплицу, варю, свариваю автоматом, я по дереву работаю, на какие-то делаю, поделочки такие, то есть я занимаюсь отдыхом настоящим. Вы знаете, вы говорите такие слова, которые мне очень приятно слышать, что вы не сказали, что вот как жалко, я не смогу поехать на Атеатическое море, на Красное море, не поныряю там туда-сюда. Ну, может быть, вы жалите, но вот какой-то, на мой взгляд, это совершенно нормальное времяпрепровождение. У себя на даче делать то, что вот, ну, то, что вы сказали, это же очень интересно. Конечно, конечно. И не потому, что я не хочу на море, я хочу и могу, например, поехать, но я думаю, что все-таки дача, она, во-первых, близко, во-вторых, если какой-то концерт или что-то еще, у меня там 20 минут езды до Москвы, и все, я в рабочем состоянии всегда. Это как бы, сегодня это приоритет, потому что и концертов мало, поэтому хочется поймать все, что по работе, все, что можно. Сейчас у меня, я завален аранжировочной работой, многие обращаются, вспомнили, наконец-то, обо мне, как аранжировщики, как оп-аранжировщики. Так что я вот летом буду пахать. Ну, Александр, вы, в общем, просто бальзам мою душу так смазали, покрыли. Мне очень приятно слышать о том и понимать, что вы работаете с удовольствием, что работа у вас самая разнообразная. И очевидно, ну, мне так кажется, я фантазирую, что ваша работа на даче, наверное, питает и творческие какие-то вот такие ваши порывы, замыслы. Конечно, разнообразная работа, отдыхает. У меня спорт еще достаточно плотно я занимаюсь, поэтому, слава богу, нет у меня какой-то вот этой праздности, когда, а чтобы сделать, что-то как-то пойти, может, напиться, это вообще не мое. Я человек не колдырь, даже практически мало пьющий человек, но не то, чтобы не пью. Пью, но мало пью. Иногда под хорошую, так сказать, закусочку с женой, с детьми, со своими, которым уже 17 лет у меня вымахали два детища, так что у нас все хорошо. Я призываю всех, ищите в себе, ищите вокруг вас столько возможностей отдыха, для отдыха, для работы, для всего. Не надо смотреть, как там где-то плохо, это всегда было, где-то плохо, надо внутри себя искать хорошо. Тогда, может быть, окружающие от вас подпитаются, и им будет тоже хорошо. Так в том-то и дело, что подпитаются. Что значит творчество? Вы же вот не для себя, ну что-то для себя, да, понятно, выражаете себя. Но вот мы сегодня говорили о концерте, не важно, мало их, много сейчас, но именно концерт дает вам возможность общения с теми, для кого вы написали. Да, и на концертах еще происходят новые знакомства, новые какие-то люди тебя открывают, ты открываешь новых людей. Это такие связи, которые стоят куда больше интернет-связей вот этих вот. Я предпочитаю живые связи такие. Нет, ну, по-моему, надо сочетать и то, и то. Потому что мы нашу битвину выложим в интернет, вот и все. Ответ тоже один из ответов на наш вопрос. Да, да. Вот так. Александр, я вам желаю, давайте о ближайшем говорить. Хорошо провести лето, плодотворно. Благодарю вас за беседу, за прекрасные выступления на концертах. Мне очень нравится ваша музыка. И, конечно, я здесь не одна. У вас миллионы похлонников, которые ждут ваше выступление. Всего вам самого лучшего. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok